Продолжаем эфиры на УКРЛФ ТВ вместе с экспертом Института Будущего Эльей Кусай. Здравствуйте. Добрый день. Ну давайте поговорим о Ближнем Востоке, ну и вообще международной политике. Но я все же предлагаю начать разговор вот с такого небольшого обзора, что же происходит в одном из главных акторов на Ближнем Востоке, это в США. Как я понимаю, все-таки администрация Трампа сейчас переживает не самые лучшие времена, выборы на носу и надо хоть что-нибудь сделать такое, что все будут обсуждать. И вот как я понимаю, вот эта определенная эскалация, которая сейчас наблюдается между Саудовской Аравией и Ираном и вот громкие заявления о том, что вот урон кораблям Саудовской Аравии это вот как вызов всему американскому народу, то вот какая же тут связь прослеживается между американским народом и саудовскими кораблями и что грозит Ирану? Нет, ну какая связь между ними тут? Вопрос нужно задавать автору этих гениальных строк, этой аналогии, это Джону Болтону, советнику президента по нацбезопасности. Потому что я вон сказал это. Ну, с чего бы начать? Вот тут как бы вопрос не так в том, что... То есть вот эти процессы, которые мы сейчас наблюдаем, это резкое обострение регионального противостояния на Ближнем Востоке между с одной стороны Ираном и его союзниками и с другой стороны Саудовской, Эмиратской, Израильским альянсом и его союзниками, при поддержке которых поддерживают Штаты, и обострение отношений между отдельно Штатами и Ираном, то есть тут надо отдельно это рассматривать, это не так результат желания или нежелания Дональда Трампа затеять войнушку, какую-то или маленькую победоносную войну, если говорить этой терминологией, которую мы обычно применяем к Путину, да, и к России, но как бы здесь же, ну, это же такая стандартная технология. Империализм, он везде одинаковый. Это даже не империализм, это чисто технология, которую используют. Внешнюю политику часто используют, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Вот, то есть это дело тут не в нежелании, а или желании, дело в том, что сейчас в администрации Трампа идет борьба внутренняя между, ну, двумя основными, как бы, силами. Как бы, с одной стороны, есть Дональд Трамп сам и его близкое окружение, имеется в виду его там соратники, его единомышленники, которые не так хотят войны, а на самом деле никто из них не хочет войны, потому что они понимают, что на самом деле конфликт, ну, он не имеет смысла. Они мыслят категориями такого американского крупного бизнеса, то есть это такой, это мир, мир Нью-Йорка, там мир Уолл-стрит, то есть, в принципе, тут там нету, нет никаких там желаний, например, вот срочно надо взять там и ударить по Ирану, потому что, вот потому что мы его ненавидим. То есть, нет, там все очень расчетливо, очень четко, они просто хотят заработать денег, заработать денег на предвыборную программу, просто заработать денег, усилить торгово-экономические позиции Соединенных Штатов, в том числе через раскачивание лодки на Ближнем Востоке, чтобы вызвать кризисные явления и потом собрать сливки с нефтяных шоков, там небольших или больших, это уже как заведет ситуация. Но это один мир, это одна сторона администрации Белого дома. Есть вторая, к ней относятся, да, такой центр силы отдельный, к ней относятся советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, частично госсекретарь США Майкл Помпео, и множество спецпредставителей по разным направлениям внешнеполитическим, назначенные в том числе при лоббировании Болтона, которые относятся к категории, к тем республиканцам, неоконсервативному крылу республиканцев, которые идеологически, они являются убежденными сторонниками силового решения вопросов во внешней политике. Вопросов, касающихся, что делать с врагами Америки. Во враге Америки последние годы, кто остался, кого записали, это Иран в основном, Северная Корея, Венесуэла и Россия. А Китай? И Китай пока что не вызывает, он считается геополитическим врагом, но идей там, понятное дело, о каком-то там физическом столкновении у них нет, потому что, ну это тут как бы все уже понимают, что война не нужна, но да, они будут его душить, что они сейчас и делают технологически. Плюс Китай для них не является врагом, по крайней мере, в нынешнем восприятии, именно военным, то есть тут нету, пока что, по крайней мере, я думаю, пока что в Штатах нету серьезных опасений, ну за исключением некоторых там отдельных личностей, но это маргинальная мысль, о именно военных угрозах Китая. То есть есть пока что сейчас, и это в принципе записано в их стратегических документах, что Китай это технологический гигант, это конкурент как раз в гонке технологий. И судя, вот можете сами увидеть по последним решениям, это запрет технологий Huawei, да, и в Штатах, и попытка их заблокировать по всему миру на всех рынках, это как раз, то есть это сейчас идет торгово-экономическая и технологическая война с Китаем. Но речь идет именно сейчас о тех врагах, которые, это уже много лет длятся эти конфликты, и собственно, там та же иранская проблема, ну всегда существовало два основных подхода в американских правительствах, в Америке, в американской политической мысли, скажем так. Хотя скорее это, как бы тут речь идет об элитах. То есть одна это, что Иран можно, и проблему Ирана можно решить, если его изолировать, если установить блокаду, если отрезать его от энергетических рынков, лишить его основной части прибыли, которая берется из экспорта нефти и газа, если, и вплоть до военных ударов по ядерным объектам, не дать ему ни в коем случае развивать ядерное оружие, баллистические ракеты. То есть, и, конечно же, активизация прокси-конфликтов с Ираном по всему региону. Есть второй подход, у которого придерживалась администрация Обамы, что решить проблему Ирана можно наоборот, если его открыть миру. То есть ядерная сделка, снимаются санкции, Иран открывается мировым рынком, международные корпорации заходят на рынок Ирана, он больше взаимодействует с этим миром, с глобализированным, с этим миром капитализма, он от него начинает быть зависимым. Соответственно, Ирану перестает, и вот эта ракетная ядерная программа, она теряет смысл для него. Потому что если весь мир, условно говоря, это партнеры, это торговля, это экономика, бизнес, если уже сюда все скатывается, то справедливо полагать, что в принципе, ну а зачем в таком случае делать упор на ракеты, танки, ядерное оружие. Можно его оставить, но это уже не является главным. Потому что врагов меньше. Поэтому, и вот это был подход Обамы, и сейчас с приходом к власти Дональда Трампа, вот этот подход поменялся, потому что пришли приверженцы именно первой концепции. Это ястребы, не оконы, которые считают, что решить эту проблему надо наоборот, надо давить. Никаких сделок, никаких переговоров, никаких компромиссов. Штаты должны взять себя в руки, и его максимально придавить, этот Иран. И это то, что сейчас происходит. Но проблема в том, что внутри также вот команды, которая сейчас, республиканцев, которая сейчас руководит Белым домом во главе с Трампом, как я уже сказал, борются две вот эти идеи. Это мир Трампа, мир бизнеса, торговли, мир инвестиций и так далее. И мир Болтона, Джона Болтона и его соратников, которые у них вот действительно присутствует такая искренняя убежденность в том, что Иран нужно вот действительно напасть на него, ему надо спровоцировать конфликт. Только через конфликт этот вопрос будет решаем. То есть у них даже присутствуют действительно такие на идеологическом уровне, там, мессианские идеи про войну с Ираном и так далее. Плюс, понятное дело, тут еще вот помимо вот этой, то есть я сейчас описал вот эту борьбу, еще вокруг этого всего, то есть есть кольцо лоббистов с разных стран, которые также влияют на решения, которые принимают или не принимают в Соединенных Штатах. Как и лоббизм со стороны военно-промышленного комплекса. То есть идеология, это, конечно, хорошо, но что-то тут стоит. Да, да, это микс. И то есть вокруг вот этой борьбы сейчас насчет того, что делать с Ираном, какой, то есть все-таки пойти умеренным путем или более радикальным, еще вот, да, крутятся лоббистские структуры разных групп влияния, как внутриамериканских, так и внешних игроков. Сейчас, на сегодняшний день, в Штатах наиболее могущественные три группы. Это израильское лобби, ну оно всегда было сильным. Это саудовское и эмиратское. Вот эти три группы, они имеют очень сильное влияние, они имеют прямой доступ к президенту, чего раньше, ну не так часто бывало. То есть на сегодняшний день посол Объединенных Арабских Эмиратов Соединенных Штатов, например, Мухаммед Аль-Отайба, он имеет, то есть он может там зайти спокойно к президенту, потому что он близкий друг его зятя. Ну вот такого рода вещи, да, ну или, например, наследный принц Мухаммед бен Сальман из Сыгдовской Аравии, он имеет, там, если верить американским СМИ, некоторые бизнес-связи со структурами Трампа и его семьи. То есть, ну вот такие вещи. Понятное дело, что это все, оно дает, естественно, облегчает доступ к самому президенту, потому что тут же не только, получается, государственные интересы, которых там, по моему убеждению, там нет, но как бы тут вот личные интересы завязаны. А когда завязаны личные интересы, вы понятное дело тут. Вот, то есть вот это, в принципе, вот это причина того, что сейчас происходит, что сейчас в Белом доме решается вопрос вообще концептуально, как подходить к проблеме Ирана, которая, ну по сути, является центральной в ближневосточной политике Трампа. То есть Трамп, если брать его всю вот политику по Ближнему Востоку, начиная вот с 17-го года, это Иран, все. То есть Иран и максимально, и вот там Саудовско-Израильский вот этот альянс, вот, то есть он опирается на Саудовскую Аравию, Израиль и Эмираты, плюс там некоторых их союзников. То есть, ну вот это остатки старого регионального альянса, который уже распадается, потому что уже в этом не участвует ни Египет, ни Иордания, ни другие арабские монархии залива, ни Турция. То есть он опирается на остатки, вот эти последние обломки регионального союза времен Холодной войны и времен 90-х, 2000-х годов, плюс у него Иран главный враг, все. Вот это и вся его ближневосточная политика. Это даже подтверждается логикой действий Трампа в Сирии, то есть все что угодно, лишь бы это скорее навредило Ирану, чем даже помогло вот тем проамериканским, скажем, силам самой Сирии. Причем это даже если, даже если на самом деле это никак не отражается по Ирану, но там верят, что это как-то ему навредит. Вот вся ближневосточная политика штатов, если брать более широко, и особенно сейчас, она построена на многих, скажем так, неправильных интерпретациях региональных процессов. Ну это вечная проблема Соединенных Штатов в их отношениях с Ближним Востоком, ну как и с другими регионами на самом деле. Их внешняя политика, она характеризуется тем, что они не очень любят или не очень склонны, ну или я скорее скажу, не очень часто, так я мягко выражусь, опускаются до подробностей. То есть их внешняя политика, она очень такая обширная, то есть все вот такими широкими мазками, вот есть Ближний Восток, все вот это, и причем если вы посмотрите на американскую версию, что входит в Ближний Восток, туда входит и Магриб, то есть Северная Африка, и весь Аравийский полуостров, и Левант, и Афганистан, и Пакистан, и Турция, то есть они пихают в этот регион все, что есть, и его рассматривают как единое целое, иногда подразделяя на какие-то там части, которые тоже не являются... С кем мы дружим, с кем нет. Да, то есть условно говоря, например, одно из вот очень ярких таких примеров, вот они рассматривают, причем уже много лет, и так слепо рассматривают, несмотря на то, что происходит, арабские монархии Персидского залива как одно целое. То есть они вот считают, они даже называют эти страны по, ну вот там коллективное название выбрали, это вот Совет Сотрудничества Арабских Стран Персидского залива, это региональная организация, в которую входят эти страны. Вот они их называют названием этой организации. То есть нету подхода индивидуального к каждой стране, и это вот, например, один из примеров абсолютного непонимания и неправильной интерпретации событий, потому что на самом деле эти страны, они очень разные, и между ними существует куча конфликтов, больше, чем между ими и Ираном. Ты даже если внутрь какого-нибудь Саудовской Аравии посмотреть, там по поводу престола наследования, это же тоже какие разные... Ну, тут я вообще не говорю, о микроуровне я даже не говорю, потому что тут штаты никогда так не отличались интересом к локальному уровню. Ну, это даже видно, ну, далеко ходить надо по Афганистану, то есть, в принципе, там... То есть я говорю, даже на региональном уровне, они неправильно интерпретируют некоторые вещи, они воспринимают все на вот каких-то таких упрощенных схемах. То есть, что вот есть Иран шиитский, а есть, мол, вот монархи и залива, они там, ну, большая часть из них преимущественно сунницкие. И вот это как бы вот они враги, вот все. Вот это вся схема... Ну, мы с этим согласимся. И так уже существует много десятилетий, и никто не обращает внимание на то, почему между Саудовской Аравией и Катаром конфликт, почему Аман, Кувейт и Эмираты сохраняют тесные связи с Ираном, несмотря на то, что он шиитский. Почему, например, Иран, иранский шиизм отличается от еменского, и до войны в Йемене еменские шииты, которые называют их хуситами, они сейчас воюют против Саудовской Аравии, они сконфликтовали с Ираном. Никто еще не вспоминает это, они конфликтовали, потому что там совершенно разные толкования шиитского ислама. Что же надо понимать? Чем отличается... Ибодизм, по-моему... Эзоэдиты. Они заэдиты, и как бы там, ну, на таком уровне, они никогда не... Из-за этого они никогда не были тесно связаны с Ираном и близки с ним. Это случилось только после того, когда Иран... Когда к Ирану обратились, они обратились, потому что началось вторжение Саудовской Аравии, а Иран неожиданно для себя, увидев такую возможность, что ничего себе, к нам обратились, ну давайте, ну почему бы нет. Там они тратят 100 миллионов долларов, по-моему, ну, там, ну, это вообще не много на вот этот Йемен, нанося при этом абсолютно, ну, в разы больше урон Саудовской Аравии, тратя такие маленькие деньги. То есть, на самом деле, ну, тут это был и остается ситуативный союз. Я его считаю ситуативным союзом. Это не будет долго, это не стратегический альянс. Или, например, какая разница между иранским шиизмом, да, и, например, аловитами в Сирии. Это вообще, ну, то есть, эта тема, ну, они вообще никак, они ничего общего не имеют. То есть, и позиция Ирана по Сирии, она никаким образом не продиктована религией, или какой-то там общей идентичностью. То есть, там чисто расчет стратегический, да и все, то есть, политика. Вот, а в Штатах этого не понимают. Ну, и не понимают, или не хотят понимать, или, ну, из-за устоявшихся определенных предубеждений и убеждений, формировавшихся на протяжении многих десятилетий. Поэтому, собственно, их политика очень часто, вот, она дает сбои, потому что они не на тех ставят. Ну, сами понимаете, неправильное, как бы, восприятие ситуации, оно приводит и к неправильным оценкам, и к ошибочным целям, которые вы ставите себе, потому что цели исходят из вашего восприятия региона. А, значит, если оно ошибочное, значит и цели будут неправильные. То есть, значит, вы будете преследовать те задачи, которые, ну, на самом деле вообще не имеют никакого отношения к реальности. Вот, поэтому то, что сейчас, и вот эта ситуация с Ираном сейчас, это, в принципе, результат вот всего, что я сказал. То есть, это сейчас результат внутренней борьбы в Белом доме между двумя подходами к этой иранской проблеме именно на нынешнем этапе. Это борьба лоббистских групп, то есть они пытаются повлиять на то, что делать тоже с этой проблемой. Это попытка заработать деньги, и это результат абсолютно ошибочной и неправильной интерпретации действий Ирана в регионе, и восприятие его роли и функций в ближневосточных процессах, которые изначально сформировали Трампу, его ближневосточную политику. Ну, и если вот так вот следить, то какая точка зрения все-таки побеждает? Я так понимаю, Трамп сейчас в первую очередь озабочен вопросом, как бы на следующий срок остаться. И вот поскольку вариантов у него, судя по всему, немного, то какое он направление, ну, скорее примет? Хотя понятно, что Трамп довольно-таки непредсказуемый, и это главный его фактор на Ближнем Востоке. Но как вы считаете? Ну, он, судя по тому, что я видел там по сливам в СМИ из Белого дома и по заявлению представителей администрации, которые там часто противоречат друг другу, Трамп сейчас склоняется к тому, что надо просто попугать Иран, как бы и все. То есть не надо там идти на какой-то там с шашкой на голову на него бежать. В этом у него сейчас разгорается небольшой спор, который может перерасти в конфликт с Джоном Болтоном, из чего я вот делаю вывод, что в принципе вся эта ситуация, она закончится реально одним из двух. То есть либо Болтон и его союзники продавят все-таки решение, и будет какой-то ограниченный конфликт прямой или прокси с Ираном, будет нефтяной шок, будут колебания, и понятно, Штаты заработают, Россия, кстати, заработает. Но Саудовская Аравия потеряет. Саудовская Аравия потеряет, ну все в регионе потеряют. Вот регион, конечно, от этого, ну последствия будут на самом деле, в зависимости от интенсивности конфликта, они могут быть, конечно, трагические. В том числе для Штатов, но в будущем, то есть не сразу. И первый шок, и первая волна последствий почувствуют на себе страны региона. Это Саудовская Аравия, другие Эмираты, арабские монархии залива, Ирак, и Сирия, и, кстати, Израиль. Поэтому, или есть второй вариант, Трамп просто попытается маргинализовать или вообще уволить Джона Болтона. Это то, что я считаю, что может привести, потому что сейчас между ними Трампа откровенно раздражает, то, что Болтон публично, и, ну, как это видно, он по эфирам бегает, говорит то, ну, совершенно другие вещи, которые озвучивает Трамп. То есть Трамп, например, может выйти и сказать там, мы не хотим, вот он сегодня говорил опять, мы не хотим войны с Ираном, я надеюсь, ее не будет. А Болтон может выйти и сказать там, да, надо его давить, мы там отправили там бомбардировщики и так далее. То есть абсолютно, и Трампа это раздражает, поскольку тут как бы и нарушение субординации, и как бы уже такая своя игра, которую ему в принципе не нравится. Ну, ему вообще не нравится, когда кто-то играет за его спиной в свою игру. Ему важно, чтобы только его мнение было. Поэтому я думаю, что его конфликт с Джоном Болтом, он неизбежен, а вот чем он закончится, тут такой вопрос. Тут уже будет зависеть от того, у кого из них больше, за спиной больше, скажем так, групп влияния, и игроков, которые поручатся, да, за ту или иную, за тот или иной вариант действий. Но логика скорее подсказывает, что позиция там отправить Болтона в отставку, уволить его, она скорее лучше воспримется американским обществом, которое вряд ли тоже заинтересовано в начале новой войны. Американская, ну, этим и руководствуется во многом Трамп, поскольку, ну, на мой взгляд, у него там нет типа каких-то прям таких идей, типа я не хочу войны, там я миротворец, дело не в этом. Он именно руководствуется, во-первых, деньгами, он может потерять на этом, во-вторых, рейтингом. Рейтинги играют для него очень важную роль, и то, что о нем будут говорить СМИ. Сейчас у него прекрасное, на самом деле все складывается очень хорошо в президентской компании. У него достаточно стабильный рейтинг, там уровень 42-43%, это небольшой, но он стабильный. То есть он, в принципе, не падает резко, он там, ну, вот он идет, вот он такой железобетонный. Его это устраивает, он знает, что экономические показатели США сейчас на высоте, и это сыграет свою роль во время, после праймариз уже в следующем году. У него, в принципе, под контролем Сенат, палата представителей довольно слабая. История с Робертом Мюллером и его докладом о расследовании, якобы связи Трампа с русскими провалена. То есть эта история сдулась, несмотря на то, что демократы пытаются там ее продолжать. Ну, так же, как и инструмент давления на демократов по как раз украинскому вопросу. Вот, то есть он сейчас пытается найти еще на них компромат. И вот наши представители, ну, уже еще, все еще украинских властей, вот сейчас, пока еще старые власти, они активно в этом помогали. У него под контролем, там, ну, де-факто под контролем Верховный суд. То есть, в принципе, он себя чувствует очень хорошо. Его позиции в политической системе в Штатах довольно прочные, и, в принципе, им ничего не угрожает. И поэтому он понимает, что война с Ираном, то есть с таким большим игроком в регионе, которая может иметь непредсказуемые последствия, и которая может ударить по его союзникам и по Штатам самим, она не воспримет сообществом, и может даже оттолкнуть многих его избирателей. И поэтому ему это не надо. То есть, это может сломать вообще всю его идиллию. Соответственно, этим он и руководствуется, когда вот сейчас, например, пытается всех успокоить, в том числе инвесторов. Мы же тоже понимаем, что как бы чем вот сейчас рост эскалации на Ближнем Востоке, он отталкивает многих инвесторов, многие страны, ну, бизнес оттуда бежит, в том числе американский бизнес, не захочет работать там. И это также прямая угроза жизни американским военным, расквартированным на Ближнем Востоке, во многих странах. Причем в некоторых странах, мы же тоже не должны забывать, что американские войска сотрудничают или бок о бок сосуществуют с проиранскими силами. В Ираке, например, они, ну, пять лет воевали с террористами исламского государства совместно с проиранскими, так называемыми, силами народной мобилизации, коалицией, которую пофинансировал, помогал им Иран. То есть они там, у них уже там, уже наработанные модели сосуществования нормального, относительно стабильного, и любая эскалация, тем более война, она может спровоцировать, ну, непредвиденные последствия, и может стать угрозой жизни американских солдат. И что тогда делать? То есть отправлять дополнительные войска для их защиты, он не будет, потому что, ну, главный же лейтмотив Трампа, и особенно его основа, его критики попередников Обамы, это что я не буду ввязываться в конфликте на Ближнем Востоке. А если ты не будешь ввязываться в конфликт, значит, вариант отправки войск, он отпадает. Тогда что ты будешь делать? Выводить тогда войска, да? А если выводить войска, как это будет выглядеть? Тогда штаты бегут из Ближнего Востока, а вакуум влияния заполнят Китай, Россия и региональные страны. То есть в этом, поэтому понятное дело, что для него любой конфликт большой, который будет охватывать хотя бы несколько стран региона, это катастрофа. Естественно, поэтому он не будет, он не хочет и будет пытаться, или все, чтобы не пойти на это. Ну, опять же, тут будем смотреть, кто победит, потому что за Болтоном также стоят могущественные силы, в том числе оружейные корпорации. Не сможет ли Израиль как раз спровоцировать этот конфликт? Вот после выборов получили новое консервативное правительство, ну, в общем, старое правительство. И, в общем, видно, что у Израиля наращивается такая довольно агрессивная риторика по поводу Иказа и других палестинцев. Ну, не спровоцирует ли Израиль новый конфликт? Израиль является одним из государств, которые толкают сейчас администрацию Трампа к войне. То есть, ну, их лоббистские структуры конкретно подводят к этому конфликту. Там, умышленно или неумышленно, там, я не могу найти рационального объяснения, зачем им это надо, поскольку Израиль первый проиграет, если будет большой конфликт, особенно, если он затянется. Ну, у Израиля все-таки опыт побед в основном был. Побед не в затяжных войнах. Затяжная война Израилю невыгодна, потому что, ну, во-первых, он небольшая страна, как ни крути. Да, сильная армия, да, сильная экономическая структура, база. Но затяжная война, которая, ну, будет происходить, даже если не, там, не затронет сам Израиль возле его границ, но это, это не выгодно никому. Даже просто с точки зрения бизнеса, как бы, на котором строится Израиль. То есть, если Израиль строит процветающее государство, то война, это не тот, это не путь к процветанию. Тем более, я говорю, если она затянется. Там, одно дело, если мы говорим о маленькой победоносной какой-то операции, которую там Израиль многочислено проводил, там, в том числе, там, вот эти все войны израильско-арабские, они долго не длились. Другой вопрос, если война с Ираном, например, в районе даже Персидского залива, она затянется на, там, месяцы, на годы, и, ну, это никому не выгодно. Поэтому, в принципе, тут я, как бы, рационального зерна я тут не вижу. Мне кажется, здесь чисто внутриполитическая избирательная история. премьер-министру Натаньяху нужно срочно сохранить свои позиции политические, каким-то образом отвлечься, отвлечь население и избежать уголовного наказания по коррупционным делам, в которых он проходит, там, три дела, в которых он фигурирует как подозреваемый, и ему в ближайшее время, вот, пару недель должны, генпрокуратура анонсировала, что вручит подозрения. Для того, чтобы, ну, понятно, что человек, который только что победил, взял пятый срок, пятый мандат премьерства, но он не будет просто так, там, все, я сдаюсь, и иду в тюрьму. Он даже, он не собирается этого делать, и, естественно, он надеется на помощь своих союзников по коалиции в том, чтобы они, вот, они сейчас хотят внести поправки в закон, чтобы ограничить полномочия Верховного суда, ну, чтобы не снимали иммунитет и не позволяли арестовывать премьер-министра. Таким образом, ему для этого нужны голоса. А как получить голоса? Надо убедить своих союзников по коалиции, с которыми они, вот, сейчас коалиционное правительство формируют. А кто эти союзники? А это ультраправые партии, собранные в блок Союз правых сил. А что они захотят за это? А тут мы уже подходим к вот этим их идеологическим вопросам об аннексии, например, палестинских территорий на Западном берегу, которые сейчас говорят в Израиле, и которую обещал сделать Натаньяху в случае победы на выборах. Он сделал это своим обещанием. То есть, галанских высот уже мало. Да, да. То есть, ну, тут речь идет о тех палестинских землях, где построены уже еврейские поселения, и, мол, вот, раз там уже они стоят, то, ну, это сейчас аргументация Израиля, то, мол, типа, можно их аннексировать. Дальше, о, там, лишении статуса палестинских беженцев, миллионов людей, которые сейчас с ними проблема, вот, о, ну, там, да, упрости там Иерусалима, там, по Галанам, о том, чтобы, наконец-то, полностью уничтожить вот этот принцип двух государств, которые так, в принципе, уже мертвы, этот проект. И, в том числе, тут мы подходим к иранской проблеме. То есть, да, нужно воевать с Ираном, потому что она, естественно, война сплотит население, мобилизует электорат. Израиль давно мечтает о том, чтобы, наконец-то, вот, вот, ударить, наконец-то, по этому врагу, вот, извечному, которую, вот, они ненавидят. И Натаньяху лично несколько раз пытался спровоцировать этот конфликт. Но, например, во времена Обамы было несколько моментов, когда он хотел его склонить к тому, что, может, давайте там ограниченные удары по ядерным объектам совершим. В конце концов, Израиль это же уже делал. В 2007 году в Сирии, например, да, и в Ливии они это делали. Мол, давайте это сделаем. Но тогда Обама не пошел на это. Это были 2012-2013 годы. Он не пошел, потому что, ну, понятно, там, он считал, что так не надо делать. У них был совсем другой подход, который потом отобразился вот в форме ядерных соглашений, так называемых, с Ираном. Вот, сейчас, ну, в Израиле, особенно правые сионисты, они действительно считают, что вот Трамп наш кандидат. Он делает все, что мы хотим. Он произраильский политик. И, ну, они решили, что они вот схватили Бога за бороду и вообще можно делать, что хочешь. И вот они и делают. И, ну, я боюсь, что вот тут, как бы, так просто череда вот этих вот самоуверенных действий с переоценкой собственных возможностей и с переоценкой, и с недооценкой последствий, она может как раз привести к вот конфликту, который возможно, я даже предполагаю, что, может, он и не нужен никому. Может быть. Но, как бы, оно это может привести, потому что, на самом деле, ну, я думаю, вы сами знаете по истории, ну, к войнам приводили иногда не самые какие-то рациональные вещи, а иногда просто череда каких-то инцидентов, которые, может быть, даже не задумывались для того, чтобы начать, начать войну. Ну, то есть, тут весь вопрос, опять-таки, в политической воле. Даже там вспомнить, как перед Первой мировой, там был Агадирский кризис, допустим, вот-вот можно было спровоцировать войну, а в итоге ее спровоцировало выстрел в Сараево. Ну, тем не менее, вот, если смотреть на вот эту пороховую бочку Ближнего Востока, то тут, допустим, может зажечь искру Израиль, а вот что касается Северной Африки, то есть, там, в общем-то, тоже многие режимы сейчас нестабильны, вот, если смотреть на Судан после государственного переворота, и вот в Алжире меняется, ну, довольно-таки долго существующая власть и плюс Ливия, вот, такое вот регионное, ну, Северной Африки, допустим, там ли возможны какие-то внутренние или вот международные конфликты? Я думаю, конфликтов не будет, ну, если, говоря, каких-то регионального уровня или между ними, между между государственными, точно не будет. ну, поскольку там нет, к этому нет предпосылок, плюс страны сейчас наоборот, они сейчас будут заниматься внутренней своей повесткой. Северная Африка сейчас преобразуется, то есть, там сейчас они находятся на этапе вот этого транзитного периода, переходного периода, вот одно, от старых систем политических до новых. То есть, там, и я думаю, это будет, этот тренд, он будет таким главенствующим в ближайшие, там, там, 3-4-5 лет, до 5 лет, это вот они будут заниматься преобразованием своей внутренней политической системы, обновлением общественного договора, пересмотром своей функции в регионе, в экономичной, на экономических, на рынках, внешних, пересмотром своих отношений власти и общества, пересмотром внутренних отношений между разными социальными группами, то есть, ну, то есть, тут идет полное обновление всей системы, в результате, просто, поскольку старые системы, они просто деактуализировались, они уже не актуальны, они не отвечают тем вызовам, которые сейчас стоят перед этими странами, некоторые из них, такая, как в Алжире, например, она просто, ну, развалилась, ну, в прямом и переносном смысле, имеется в виду, вот, там, там даже их лидеры, они физически уже разваливаются. Да, Бутафлик, а сколько ему там, 80 было? 80, да, 82, и, то есть, там всем, в Алжире, да, все, все политические лидеры, это же все ветераны, там, войны за независимость, это все старая гвардия, которым за 70 лет, вот, и, конечно, то есть, ну, на фоне того, что большая часть населения у ваша, это люди до 35, а у вас все в руководстве, это за 70, 75, то, ну, это, понятно, это должно было когда-нибудь рухнуть, оно рухнуло. Сейчас только вопрос идет в том, насколько быстро, и насколько глубоко эти системы поменяются, потому что, может быть, вот, как в Алжире сейчас, когда на фоне не совсем четких требований протестующих, то есть, ну, я назову это гражданского общества, давайте там, если можно так назвать их, на фоне не совсем, ну, отсутствия у них какой-то четкой стратегии, потому что у них просто такие радикальные лозунги, там, систему долой, там, всех посадыты, там, коррупционеры, там, банду гетти и так далее условно. Нам привычные лозунги. То есть, на фоне вот этих лозунгов, которые, на самом деле, практического, в практическом смысле, никак, никакую, никак не конвертируются, и в политический капитал не конвертируется, и как бы ничего не дают, элиты просто решили замочить друг друга, то есть, там просто обострелась внутренняя борьба, и сейчас военные, они мочат ту ветку власти президентской администрации, то есть, они убрали экс-президента Бутыфлику, и сейчас всех его соратников пытаются убрать, устраивая показушные аресты, задержания, суды над ними, вот арестовали, там, пять топовых миллиардеров Алжира, то есть, пять, условно, олигархов, назовем это, и сейчас вот за коррупцию, за, там, отмывание денег и так далее. Насколько это самостоятельная сила эти военные, или они под каким-то влиянием? Ну, в рамках Алжира, это всегда был, именно в Алжире, довольно сильный отдельный институт, самостоятельный институт власти, центр тяжести, как и там, то есть, это были, вот военная армия, спецслужбы, президентская администрация, то есть, вот так, ну, плюс президентская администрация в связке с олигархатом финансовым. Вот, и сейчас то, что делают военные, они просто выбивают две другие ветки, на фоне того, что, они сейчас взяли на себя инициативу, мол, мы защищаем протестующих, все, мы поняли их, вот мы поняли их требования, они пытаются одеть на себя, такую, вот этот образ, что на самом деле, мы были с народом изначально, это они плохие, они мы, мы не с ними, вот, и они сейчас пытаются на этом сыграть, оправдывая то, что они выполняют волю народа, ну, вот, Ахмад Гайцалах, начальник генштаба вооруженных сил Алжира, сейчас самый могущественный человек в стране, он же так прямо и говорил, я выполняю волю народа, ну, люди же хотят, вот я и арестовываю, вы же хотите посадок там, и коррупционерев, пожалуйста, я вам это делаю, то есть, и они сейчас пытаются таким образом перераспределить потоки в свою пользу, ослабить те две ветки власти и так далее, но если говорить за пределами Алжира, то есть над, там существует надстройка, над политической системой Алжира, которая много лет так незримо наблюдала за ними, это, конечно, французы, французские спецслужбы, ясное дело, не могут они свою колонию оставить, без их ведома, я думаю, что они очень, очень внимательны, они влиятельны, очень внимательно за всем следят, это такая надстройка, которая в нужный момент может и вмешаться, и посоветовать что-то, или не посоветовать. Пока что сценарий, который вы описываете, на египетский похож, то есть, как будто бы такую же систему хотят построить. Да, ну, вот то, что происходило в Египте, это, в принципе, вот в Египте, они пошли путем самоконсервации, то есть, там победила контрреволюция, условно, то есть, там новые власти пришли, они оказались слишком слабыми, они захотели слишком многого сразу, они со всеми перессорились, это была их ошибка, то есть, они сразу пошли на конфликт со всеми стейкхолдерами, и, понятное дело, долго они не продержались, потом военные вернулись, по сути. В Алжире сейчас, вот как раз, мы видим, вот может пойти так, может по-другому, то есть, сейчас, то ли будет самоконсервация режима, просто, например, да, одни перебьют других, и как бы все равно, это по сути старая система, или же наоборот, там их, они все-таки не удержатся, их снесут, и придут более молодые, как бы, ну, от этого тоже, тут как бы многое зависит от того же гражданского общества и среднего класса, который, сможет ли он самоорганизоваться, и действительно, конвертировать свой протестный потенциал в политическую структуру, которая бросит вызов этой системе, потому что в Алжире пока этого не наблюдается, даже оппозиция алжирская, которая там, якобы, вот, среди протестующих на улице, это тоже старая гвардия, это системная оппозиция, которая много лет существовала в Алжире, и она тоже, по крайней мере, не среди всех, но среди части демонстрантов, не воспринимается, потому что они знают, что, ну, это же те же старые люди, просто, это, ну, это просто другой стороны, то есть, это вот, это ничего не меняет, поэтому, там, сейчас в Алжире как раз решается, они сейчас на этапе, чуть, на котором был Египет в 2012, вот, перелом 12-13 годов, и в Судане то же самое, то есть, это вся, вся Северная Африка, она находится в транзитном переходе, когда старая система, она рухнула, или она просто стала неактуальной, и она по разным формам, это либо революция сверху, как в Марокко, например, пытаются сделать, либо это революция снизу, как вот протесты в Судане, в Египте были, и в Алжире, и в Тунисе, кстати, сейчас же тоже проблемы, она пытается трансформироваться в нечто новое, с учетом уже новых реалий, нового поколения, нового демографического портрета населения, новых социальных и экономических реалий, которые сейчас, в которых выросло это поколение, то есть, социальная среда просто поменялась, и это совершенно другие люди, с другим мышлением. Но в Судане, там все-таки больше прослеживается влияние Саудовской Аравии, на вот этих военных, которые пришли к власти. В том числе, ну, влияние внешних игроков, оно присутствует везде, во всех этих примерах, которые я привел, и в Алжире, и в Тунисе, и в Египте, в Египте военный переворот генерала Абдул-Фатаха Ассиси, он был профинансирован Саудовской Аравией, эмиратами, ну, это, в принципе, и они являются его главными союзниками, на сегодняшний день, да, но, то есть, оно всегда присутствовало, и будет существовать, и во всех этих проблемах, но это, как бы, не означает, что внутренние процессы, также не подталкивали этого. В Судане, да, действительно, сейчас, сейчас, мы не знаем, потому что власть там не стабилизировалась, до сих пор, там же был двойной переворот, то есть, сначала военные, та часть военных, которая была недовольна, ну, тем, что вот протесты продолжаются, никто с ними ничего не делает, они воспользовались тем, что, там, Акела промахнулся, да, президент Омар Аль-Башир, он ослабел, он не смог, он не мог уже контролировать, он не принимал уже решения, и просто власть ускользала, просто сквозь пальцы, они этим воспользовались, его убрали, а потом их же убрали другая группа военных просто, группа, которая больше связана с Саудовской Аравией, Эмиратами, да, это действительно правда, но будет ли это продолжаться дальше, оставаться так, я не думаю, потому что там власть не стабилизировалась, новое военное переходное правительство, оно не постоянно, там постоянно, там непонятно, какие отношения между самими, вот, с самой, внутри этой военной хунты, и протестующие все еще не расходятся, они не воспринимают новые власти, несмотря на то, что уже было как бы две смены, таких два обновления, и вот буквально вчера переговоры между оппозицией, там, ну, коалиция оппозиционных партий, которые представляют протестующих, и суданскими военными провалились опять, это уже второй раз, когда раунд переговоров провалился, если все зайдет в тупик, то я думаю, что противостояние продолжится, и может быть, в Судане еще раз поменяется власть. Ну, и вот, если вернуться чуть-чуть назад, посмотреть на Саудовскую Аравию в контексте, вот, всех этих событий, вокруг нее, происходящих, то есть, что она имеет, вот, обострение определенное с Ираном, непрекращающаяся война в Йемене и влияние на своих западных соседей по Африке, что там происходит, то есть, мы можем заключать на определенную такой последовательности, что будет какое-то изменение в правящей семье, будет ли наследовать Бен Сальман, или же вот эта, ну, тяжесть тех противоречий, которые везде возникают, может нам дать, ну, какого-нибудь нового наследного принца? Я думаю, власть поменяется, это мое ощущение, я предполагаю, что наследный принц Мохаммед бен Сальман, его уберут либо еще до того, как он станет королем, либо он станет королем, но он долго не продержится, его проблема, его, там, скажем так, вот такая уязвимость, и которая вынуждает меня, делает такой вывод, она состоит в том, что он, ну, это вот тот случай, когда личность, она очень серьезно влияет, вот личность в истории, личность, в принципе, как таковая, ну, особенно в такой стране, как Саудовская Аравия, где, в принципе, личности все и решают. Мохаммед бен Сальман человек сверхамбициозный, очень чувствительный к своему вот самоощущению, самовосприятию как лидера, к тому, и он хочет очень много, и он считает, что он это все получит, то есть ему характерна очень такая самоуверенность, он очень самоуверенный, и очень часто это приводит к или переоценке, или недооценке своих усилий, или неправильному толкованию ситуации, поскольку ну, тут вот ну, та ситуация, когда ну, ты просто хочешь там, ты настолько уверен в своих силах, что даже там, где ты видишь, что тебе не хватает ресурсов, ну, ты пронесет, вот, что-то произойдет, и мне повезет. Это примерно так, как, собственно, он пытается править Саудовской Аравией. Его заносчивость и такая вот чрезмерная вот самоуверенность, она привела к тому, что Саудовская Аравия при нем рассорилась практически со всеми своими соседями и со всеми странами региона. То есть сейчас, по сути, я думаю, что я ну, сейчас я вот так вспоминаю. Да, я думаю, что я могу сказать, что сейчас у Саудовской Аравии ну, по факту союзников на ближнем, вот именно таких друзей и союзников на Ближнем Востоке по сути нет. Ну, вообще. В Катаре ли тут постарался? Дело не в Катаре, дело, опять же, я же говорю, дело в Мухаммеде бен Сальмане и его стиле управления государством, и его, и том, как он выстраивает отношения с, вот, которые много веков, лет, там, со многими странами оставались, как он с ними выстраивал отношения. Он молодой, он пришел к власти не самым, скажем так, лучшим способом в восприятии арабов особенно, да, то есть, он, по сути, переступил через своего дядю, причем так, ну, так, нагло переступил, то есть, он его просто отодвинул, то есть, там была ситуация, когда его дядю лишили статуса наследного принца и отдали же его Мухаммеду бен Сальману, хотя на самом деле же королем должен был стать не он, а принц наив. Он переступил через него, по сути, по головам вот, вышел, собственно, вот, в наследные принцы. Он это все объяснял тем, что вот он молодой человек, в Садускраве большая часть населения тоже молодые люди и надо как бы соответствовать. В этом есть логика, но у него не хватало и не хватает опыта и, понятное дело, что не все восприняли нормально его восхождение во власть, потому что, ну, понятно, когда он наехал на как бы вот ту часть семьи, которая его дядя, вот это как бы им не понравилось и вот он тут уже заработал себе врагов. Далее он начал доказывать, что он может преобразовать страну, привлекая туда инвестиции. Здесь, как бы, тут был микс субъективных и объективных причин. Во-первых, с одной стороны, Саудовская Аравия, это был 15-й год, да и, в принципе, до сих пор у них, в общем, были и остаются большие проблемы с дефицитом бюджета, у них экономический кризис, кризис рынка труда, то есть там большая часть на рынке трудают иностранцы, это не саудовцы. Сейчас безработица очень серьезно растет и понятное дело, что это все вынуждало каким-то образом, а еще и падение цен на нефть, это же, ну, вообще был венец просто всего, всей проблемы. Хотя, конечно, запасы прочности Саудовской Аравии по нефти, они намного выше, чем у других стран, у Венесуэлы или там у России, все равно, это было больно и неприятно, особенно учитывая, что саудовцы очень много денег вообще тратят, в принципе, вот из бюджета они тратят, причем иногда на бессмысленные вещи, то есть само содержание королевской семьи, оно ж, ну, несколько миллиардов долларов, так оно уводит, да, то есть, причем есть, но содержание семьи, это вот просто вот leisure time, да, то есть, чем они там живут, там, где, как они ездят, там, их визиты, это очень дорого обходится государству и понятно, что с сокращением вот этого казны, то как-то вот уже стало некомфортно жить, да, а экономить никто не собирается, это не те, это не та страна, которая привыкла экономить, соответственно, он решил это изменить, там был, в принципе, в экономической команде принца и короля был консенсус, что да, нам пора менять страну, нам пора слазить с нефтяной иглы, во-первых, во-вторых, пора заводить инвестиции, диверсифицировать наши источники доходов, развивать туризм, развивать газовые месторождения собственные, начать строить инфраструктуру, связывать с реги, нашу страну с регионом уже на базе новой научно-технологической базы и так далее. Как это сделать? Что-то удалось. Да. Ну, плюс, Мухаммед бен Сальман увидел в этом для себя лично вот такую шанс стать вот таким ата-тюрком. Вот. То есть, ну, в смысле принять на себя образ реформатора. Причем, такого реформатора, которого будут помнить, как вот именно тот человек, который построил, он сформировал, вот, Мустафа Кемаль, он создал новую Турцию республиканскую после Османской империи. и вот Мухаммед бен Сальман, он хотел для себя такого же. Он говорит, вот я создам новую Саудовскую Аравию, вот старая, вот эта вся система, вот это вот, законсервирует, а я создам новое, и меня будут помнить. Как бы она тоже республикой не стала после такого. Да, то есть, ну понятно, нет, у него не было республиканской иди не остаются, но он вот хотел, чтобы вот он в центре всего и вот он бы преобразовал. Тогда же вышло вот это документ видение 2030, вот этот, которым все вот, всем там, его, всем нравится, все там приводят в пример, вот видите, как саудовцы надо вот так надо делать стратегию свою. Документ во многом фантастичен, там есть хорошие вещи, есть логические, есть слишком фантастические какие-то там, вот это строительство городов будущего с роботами, там ну это, ну ладно, просто он, на самом деле, я документ рекомендую всем почитать, он как раз отображает вот эту вот проблему переоценки своих усилий, о которой я говорю. И он начал преобразование, думая, что ну все, то сейчас, сейчас все порешаем. Надо, что для того, что надо, чтобы вот наконец-то запустить инвестиции и как-то улучшить позиции, в том числе, имиджевые Саудовской Аравии, он посмотрел, значит, нашу страну ассоциируют с финансированием терроризма. Почему? Потому что официальная идеология, религиозная основа государства, хабизм, это такая довольно радикальная форма толкования ислама. Что надо делать? Наверное, надо отказаться от него. И он вот начал, начал работу обрабатывать там богословов, проповедников с тем, что давайте отказаем, давайте мягкий, мягкий, ислам какой-то более и так далее. Что еще надо сделать? Надо открыть страну. Отлично, давайте завод там начнем, там будет у нас в Ирлиаде и фестиваль мод, показ мод будет, и кинотеатры мы откроем, музыку в ресторанах, права женщин, чтобы правозащитники перестали наконец-то нам говорить, какие мы плохие средневековые варвары. Может, даже смертную казнь когда-нибудь он предложит отменить, были разговоры об этом, но пока... Ну, пока в Америке она еще есть. имейте в виду, там же в Саудовской Аравии специфические формы казни, то есть там очень все довольно кроваво и так. Так вот, и что произошло? Он столкнулся с реальностью, что вообще-то, ну, не так-то это просто. Оказывается, есть сопротивление внутри общества, довольно высока частица консервативного населения, духовенство стало против сразу же. То есть он настроил против себя разные социальные группы, причем очень много. Он понял, что нет, да, все плохо, нельзя, не получается, все саботажно, прям там на уровне средней бюрократии пошел саботаж. Пока смот, кстати, ну, это реальная история, в Рияде он должен был произойти, его отменили, потому что духовенство начало говорить, как это, что это, это все, как бы, вот, грех, там, харам, нельзя. То есть он не смог это преодолеть, и что произошло дальше, а дальше мы тут останавливаемся, и я сейчас, как бы, переходим еще в одну часть, его внешнюю политику. А тут вот главная проблема, собственно, желая преобразовать свою страну, он, тем не менее, будучи амбициозным человеком, который хотел, да, он желает регионального лидера доминирования Саудовской Аравии в регионе над всеми, он проводил довольно агрессив, в то же время, довольно агрессивную внешнюю политику, то есть гиперагрессивную, его называют архитектором войны в Йемене, когда произошло вторжение в 15-м году, хотя оно никому не было надо, там, оно произошло буквально за две недели до того, как хуситы договорились бы с йеменским правительством о разделении власти, было соглашение, он усилил вмешательство Саудовской Аравии в Сирию, начал финансировать, в том числе, попытался, там не получилось, настроить мосты с курдами в Ираке и в Сирии, начал блокаду Катара в 17-м году, начался конфликт, то есть вот эти все вещи очень серьезно Саудовская Аравия начала вмешиваться в Египет в 13-м году, но это было раньше, но он очень серьезно укрепил отношения с Абдуль-Фатахом и Сиси, в Судан, в Северную Африку, то есть он проводил, ну это была такая вот довольно диссонанс вызывающая внешняя политика, в принципе, с одной стороны он хотел преобразовать страну, привлечь инвестиции и деньги, с другой стороны он проводил агрессивную внешнюю политику, которая с этим, ну эти два подхода они противоречили друг другу, ты не можешь преобразовать свою страну, если твоя страна, твое государство оно воюет на нескольких фронтах, там отправляет войска бомбить соседние, то это невозможно, соответственно, столкнувшись с проблемой внутри, он не смог реформировать страну и столкнувшись с кучей войнушек, на которые надо деньги, в Йемене особенно, ну что, денег нет, реформы не дают денег, я их не успеваю сделать, тут нужны деньги, экономическая ситуация не лучше, он пошел на вот эту знаменитую свою массовые аресты принцев и высокопоставленных чиновников в ноябре 17-го года, когда их всех, членов королевской семьи, там многих принцев, их арестовали, отвезли в отель Ридс Карлтон, там заперли, держали их там какое-то время, потом они просто заплатили, как бы ренту определенную, и их выпустили. Это был последний момент, вот последняя точка, когда он нажил себе врагов внутри королевской семьи. То есть, несмотря на то, что он сам укрепился, да, он усилил свои позиции, он поубирал всех нелояльных, поставил своих людей на командующего королевской гвардии, на командующего вооруженными силами, в министерстве обороны, он стал сам министром обороны, ну, в принципе, он же сейчас министр обороны остается, он создал новые антикоррупционные органы, новый там Совет по национальной безопасности, то есть, в принципе, он все консолидировал в своих руках, то есть, он получил тактическую победу, но стратегически он настроил против себя значительную часть саудовских элит и настроил против себя своего отца, короля. Это один момент, то есть, это одна история, и второе, из-за своей внешней политики он настроил против себя соседей. Поэтому на сегодняшний день у Саудовской Аравии очень большие проблемы, у них кризис доверия вообще, в принципе, со странами региона, у них нет союзников, то есть, друзей, на которых они могут опереться. У них есть Израиль, то есть, ну, мы вот дошли до ситуации, когда у Саудовской Аравии, по сути, из реальных там, более-менее там, партнеров сейчас, это Израиль, Эмираты и Бахрейн. Все. Ну и Штаты. Ну, Штаты, я имею в виду, оригинальные. Штаты, да, понятное дело. То есть, по сути, и то, если посмотреть на них, да, то Израиль и Саудовская Аравия, они сотрудничают, ну, постольку, поскольку они пока что находятся на одной стороне против Ирана, но, например, по вопросам палестинцев они расходятся очень серьезно. Естественно. Да. притом, несмотря на то, что принц Мухаммед, в принципе, это и готов там слить этих палестинцев, ему они не очень нужны, он даже предлагал им 10 миллиардов за то, что они примут вот эти все планы Израиля. Ну, было предложение, мол, давайте вы там откажетесь от своей государственности, давайте вы примете план там Штатов, а мы вам 10 миллиардов там за 5 лет, ну, это же покроет все ваши проблемы и так далее. Но они отказались. Но он не пойдет на публичную поддержку этого всего, потому что, понятное дело, что там большая часть саудовского общества и элит, они не признают, они не будут отказываться от палестинцев. То есть Израиль здесь чисто идет расчет на то, что это такой антииранский фронт. Все. То есть на этом, в принципе, все. Они пытаются там, да, у них пытаются выстраивать бизнес, торговые связи, но это сложно без официального признания друг друга, без установления дипотношений. Между ними же до сих пор нет дипотношений и так. То есть Саудовская Аравия формально не признает государство Израиль. Бахрейн, это фактически протекторат Саудовской Аравии. Там стоят войска саудовские, и тут очень большой вопрос на его лояльности. То есть, по сути, весь Бахрейн держится на саудовских войсках и на правящей королевской семьи, которая является сунницкой, хотя большинство населения шииты. Тоже там все очень... Ну и Бахрейн маленькая страна, которая, в принципе, серьезно Саудовской Аравии помочь в чем-то не сможет. И Эмираты, которые сейчас начинают играть в свою игру. Последние два года Эмираты выстраивают свою, вообще свою стратегию региональную, и они расходятся по очень многим вопросам Саудовской Аравии. В Йемене у них, где они вдвоем воюют против хуситов, у них конфликт насчет того, что будет дальше с Йеменом, как его развивать. Эмираты конкретно поддерживают южных йеменских сепаратистов, которые хотят отделить Южный Йемен от одного. Саудовская Аравия не хочет этого. И Эмираты, и Саудовская Аравия сейчас разошлись вот недавно по вопросу Сирии. Эмираты восстановили дипотношения с Сирией буквально месяц назад, вместе с Бахрейном, кстати. А Саудовская Аравия категорически против этого. То есть, вот такие союзники. А по всем остальным они рассорились со всеми. Ну, посмотрим. Йемен уничтожен. Ну, страна дезинтегрирована, ее не существует. Ну, именно в той политической конфигурации, которая была. Ливия тоже полностью сейчас вообще не в том состоянии. Ливан с 17-го года они поссорились, потому что Саудовская Аравия была вот эта история, когда они у себя во время визита задержали премьер-министра Ливана, заставили его по телевизору подать в отставку из Арияда. Опозорили его таким образом, потому что в арабском мире это так очень чувствительно, когда ты прям так видят в себя какая-то марионетка, да, по сути, потому что все понимали, что он не хотел в отставку, его заставили. А потом его отпустили все-таки после вмешательства Франции, они хотели раскачать ситуацию в Ливане, и он был вынужден вернуться, оправдываться, еще неделю ходить оправдываться. Нет, я не подаю в отставку, все нормально, это было так, помешательство, вот, в общем, не важно. Катар, у них конфликт с Катаром, по Ираку, у них конфликт с Ираком, и в Ираке сейчас даже Иран больше усилился, чем Саудовская Аравия. Сирия, ну, понятно, тут без комментариев, между ними нет отношений, я думаю, не скоро будут, учитывая позицию Саудовской Аравии по сирийскому конфликту. И Ордания сейчас отходит, дрейфует подальше от Саудовской Аравии, поскольку их пытались втянуть в региональные войны вокруг Катара и Ирана, Иордания не хочет этого. Оман и Кувейт, они сохраняют тесные отношения с Ираном, они не поддержали ни блокаду Катара, ни противостояние с Ираном. То есть, они, в принципе, держат нейтралитет. Кто там еще остался? Северная Африка тоже. С Марокко, у Саудовской Аравии конфликт буквально недавно, два месяца назад начался по поводу того, что саудовцы якобы там вмешивались во внутренние дела Марокко. В Тунисе идет внутренняя борьба, им вообще не до этого, и там причем борьба идет между двумя политическими силами, которые неоднозначно относятся к близким отношениям с Саудовской Аравией. В Алжире, там сейчас также идет транзитный переход, и Алжир как бы никогда большим другом Саудовской Аравии не был. Я не думаю, что будет после этого, поскольку те, кто сейчас будут приходить во власть в Алжире, они не... Там нет просто саудовских сил откровенных. То есть, все. Ну, вот в Судане они сейчас пытаются поменять власть. Вот если просто саудовское крыло военных в Судане удержится, будет у них еще Судан такой, как, ну, достаточно... Он весомый союзник в Йеменском вопросе, поскольку значительная часть наемников, которые воюют на стороне Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, это суданцы. И Судан отправлял туда войска. Вот. То есть... А, и Турция. С Турцией у них конфликт. Там чисто региональное соперничество. То есть, ну, вот нет, у Саудовской Аравии нет союзников по факту. И это их большая проблема, которую они не до конца сейчас понимают. И я думаю, что... И самое интересное, что в Соединенных Штатах это тоже не понимают. В Соединенных Штатах опираются на Саудовскую Аравию, по сути, надеясь на то, что именно она является вот основой вот этой изоляции Ирана. И я думаю, что в ближайшее время Штаты серьезно разочаруются, когда поймут, что на самом деле Саудовская Аравия сильно-то и не поможет им в изоляции Ирана, потому что у нее нет оперы. Она теряет оперативные возможности влияния на ситуацию, потому что союзников просто меньше становится. А не захочет ли Россия набиться в союзники Саудовской Аравии? Ну, у них сейчас довольно неплохие отношения. В рамках ОПЕК у них очень хорошие отношения. Они регулируют, по сути, рынок. Сейчас вот нефтяной рынок. То есть договоренности сохраняются. И, ну, по сути, Россия, кстати, один из претендентов на то, чтобы даже больше сблизиться с Саудовской Аравией в случае, например, серьезного кризиса отношений между Эрриядом и Вашингтоном. Ну да, то есть, я думаю, у них общий интерес, чтобы там Трамп как бы не завалил какой-никакой баланс на Ближнем Востоке и, в частности, по торговле нефти. Ну, для Саудовской Аравии и для, которая, кстати, у них по вопросу к войне, по отношению к вопросу о войне с Ираном, там неоднозначная позиция. То есть, там есть, там часть элит выступают за то, что, ну, как бы, ограниченный конфликт можно себе позволить, но значительная часть, в том числе, даже некоторые соратники Мухаммеда бен Сальмана, они, им вообще это не выгодно, они не хотят войны с Ираном. То есть, они готовы там до блокады, санкции, изоляции, велотекущее, такая экономическое соперничество, торговое, но война, там никто это не поддержит, и поэтому для них, если Штаты будут давить и дальше продавливать вопрос, давайте воевать, нагнетать, для них Россия и Китай, это варианты, это такая отдушина геополитическая, куда они могут обратиться, развернуться в ту сторону, чтобы сбалансировать, то есть, противопоставить их Штатам, для того, чтобы не допустить вот этого, полной разбалансировки региона, которого они боятся. Ну что ж, будем тогда следить за развитием событий, спасибо вам большое, ждем снова у нас в гостях, с вами был Украев ТВ, вы оставайтесь дальше на наших эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok